Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Итак, мы говорим о том, что нет такого времени, когда мы не должны получить свое исцеление, не должны получить свое чудо, не должны получить свое обеспечение, если мы подходим к Богу правильно. Что значит подходить к Нему правильно? Это подходить к Нему на основании Его Слова. Аминь. Итак, мы читали в 33-м псалме, 2-м стихе, что «Хвала Ему непрестанно в устах моих». Аминь. Я хочу, чтобы вы знали, что дьявол всегда хочет что-то другое вложить в ваши уста. Он хочет вложить трудности в ваши уста, слова беспокойства в ваши уста, слова страха в ваши уста. Почему? Потому что Он знает, кому достанутся ваши уста, тот и сможет двигаться в вашей жизни. Потому и сказано в 33-м псалме, «Хвала Ему непрестанно в устах моих». Почему? Потому что если хвала Ему в моих устах, то именно Он сможет двигаться. Аминь. Если Он не двигается в нашей жизни так, как нам необходимо, не Он в этом виноват, а мы. Мы должны открывать свои уста для правильных вещей. Но если в наших устах постоянно трудности, сложности, страхи, которые нам кто-то внушает, тревоги, которые приходят, то именно это и проявляется, и двигается. И дьявол получает приглашение и открытую дверь, чтобы больше совершать то, о чем вы говорите. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, 17-ю главу Луки. Луки, 17-я глава. Я хочу, чтобы вы знали, если вы будете поклоняться Богу достаточно долго, нет ни одного чуда, которое вы не могли бы получить. Нет ни одного исцеления, которое вы не могли бы получить. Нет ни одного обеспечения, которое вы не могли бы получить. Если вы будете поклоняться Ему достаточно долго, вы спросите, а как долго достаточно? Пока вы наполнитесь, пока вы наполнитесь, аминь. Пока вы наполнитесь словом, пока вы наполнитесь духом, пока вы наполнитесь знанием того, что Он сделает для вас. Поклонение помогает вам наполниться. Луки, 17 глава, 11 стих. Здесь сказано, «Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Заметьте, каждый раз, когда вам нужно исцеление, Бог обязательно скажет вам, что делать. Аминь. Дух Святой направит вас к месту Писания, на котором стоять. Он направит ваше внимание на что-то. Если вы будете следовать тому, что Он ведет вас делать, предлицом вашей нужды, вы каждый раз придете к своему ответу. Аминь. И когда они выполнили то, что Он сказал им сделать, Он сказал, «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, заметьте, они очистились. Что это значит? Развитие проказа и остановилось. Аминь. Проказа оставила их тело. Больше никакой проказы. Этот процесс остановился в их теле. У всех десятерых. У всех десятерых. Пятнадцатый стих. «Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога». Заметьте, здесь сказано, что прославляя Бога, Он пал ниц к ногам Его, благодаря Его. И это был самарянин. Что это значит? Он не был иудеем. У него не было завета с Богом, но он пристроился к тому, что принадлежало Божьим людям. И он выразил надлежащую благодарность. Из этого можно понять, что, вероятно, остальные девять имели завет. Возможно, они были иудеями. Но заметьте, суть не в том, иудей ли вы или язычник, а что вы делаете со своей благодарностью. Какое уважение мы окажем Богу? Итак, Он пал ниц к ногам Иисуса, благодаря Его. И это был самарянин. Семнадцатый стих. Тогда Иисус сказал... В ответ на что Он здесь говорит? В ответ на поклонение. Когда вы поклоняетесь, Он отвечает. Он ответил на поклонение. Он сказал, «Не десять ли очистились? Где же девять? Где же девять?» Послушайте, Иисус ожидал, что они вернутся и выразят надлежащую благодарность. И когда они этого не сделали, Он сказал, «Где они?» «Бог, мне нужен ответ, мне нужна помощь. А где вы были в воскресенье? Где вы были во время служения на неделе?» Аминь. Где вы были? Где вы были? Вы прежде получали что-то от Бога. Что вы с этим сделали? Аминь. Обратите внимание, один из десяти вернулся, чтобы выразить надлежащую признательность. Я думаю, это наверняка довольно точное соотношение в человечестве и в целом. Только один из десяти людей, для которых Бог что-то делает, оказывает должное уважение. Но позвольте мне показать вам, что произойдет, если мы выберем быть этим одним человеком. Мы можем выбрать быть тем самым человеком. Иисус ответил на поклонение этого человека и сказал, «Где остальные?» Он сказал, 18 стих, «Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Посмотрите на 19 стих. Иисус сказал ему, что он делает. Все еще отвечает на его поклонение. «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». В английском сделала тебя целым. Остальные были очищены, а этот пошел дальше в своем уважении и почтении к Богу. Он не просто хотел восполнения своей нужды. Он признавал Бога в восполнении этой нужды. И таким образом он был сделан целым. Нам известно, что проказа не оставляет тело человека таким, каким оно было. Она съедает пальцы на руках и ногах, части лица. Все, чего она касается, она съедает. У остальных девяти этот процесс остановился. А у этого снова появились пальцы на руках и на ногах. Утерянные части тела снова появились. Что к этому привело поклонение? Заметьте, что сказал Иисус. Он сказал ему, «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Заметьте, Иисус называет поклонение верой. Обратите еще раз внимание на 33-й Псалом. «Хвала ему непрестанно в устах моих». К чему это приводит к пребыванию в постоянном потоке веры? Мы говорим, «Слава Господу, слава Господу, слава Господу». Это поток веры. А получаете вы на основании своей веры. Иисус сказал, «По вере вашей да будет вам». Не по силе Божьей, по вере вашей. Мы не получаем на основании Божьей силы. Мы получаем на основании нашей веры в Божью силу. Если Иисус сказал, «По вере вашей да будет вам», можем ли мы сказать, «По поклонению вашему да будет вам». Потому что поклонение – это поток веры. Иисус назвал поклонение этого человека верой. Аллилуйя! Иисус ожидал от тех, кто получил исцеление, поклонение. Он ожидал этого. И заметно, что он был недоволен, что они не пришли и не воздали должного поклонения. Этот же человек получил что-то большее, чем они. Один самарянин получил нечто большее, чем девять иудеев. Поклоняйтесь, и у вас будет нечто большее, чего не будет у других. У других этого не будет. Поклонение ведет вас в большее, чем у других. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Он перешел от очищения к целостности. Он перешел от проказы к очищению и к целостности. Видите процесс? Что позволило ему пройти этот процесс? Поклонение. Его крик веры принес ему очищение. Иисус, помилуй нас! Пойдите, покажитесь священникам. Когда они совершили акт послушания, это перевело их от проказа в очищение. Но заметьте, только одно могло привести их к целостности. Поклонение. Ваша вера и ваше исповедание могут привести вас на определенный уровень. Но добавьте к этому поклонение, и вы дойдете до конца. До конца. До целостности. Не просто прекратится боль, а вернется то, что боль украла. Вернется. Поклонение возвращает в вашу жизнь то, что дьявол украл из вашей жизни. Поклонение это возвращает. Оно позиционирует вас для целостности. Аминь. Если вы нуждаетесь в возвращении части тела, поклонение ее вернет. Оно поставит вас в такое положение, в котором сможет восстановиться то, чего недостает. Есть люди, пережившие операции, у которых вырезаны органы, удалены части тела. Поклонение их вернет. Если будете поклоняться достаточно долго, вы спросите, чтобы заслужить? Нет. Преодолеть неправильное мышление, преодолеть неправильные убеждения, преодолеть неправильные слова, преодолеть беспокойство, страх. Если вы не перестанете поклоняться, поклонение даст отпор страху, даст отпор беспокойству, даст отпор сомнениям. Если вы продолжите поклоняться, все это будет разбито над вами. Почему? Потому что поклонение приносит помазание, а помазание разрушает ярмо. Скажите вместе со мной, поклонение приносит помазание, а помазание разрушает ярмо. Нам нужно поклоняться достаточно долго, чтобы пришло помазание. Люди поклоняются пару минут тут, пару минут там. Нужно поклоняться достаточно долго, чтобы пришло помазание. А как долго нужно, чтобы пришло помазание? Я не знаю, просто поклоняйтесь, пока оно придет. Все зависит от того, насколько у вас здоровое основание веры. Аминь. Моей специализацией в колледже было классическое исполнительство на фортепиано И люди спрашивают меня, а ты сможешь снова сыграть то, что играла тогда? Да, если вы дадите мне время, чтобы снова сесть за фортепиано И вернуть ту технику, основы которой в меня заложены Во мне есть понимание этих произведений Но мне потребуется время Не получится за пять минут что-то сделать Дайте мне время Но поскольку это основание во мне есть Если я уделю этому время, не придется долго ждать Не придется долго ждать Точно так же, если в вас есть основание веры, основание слова Не придется долго ждать Это не займет много времени Но нужно полностью посвятить себя этому Нам нужно дать себе достаточно времени для этого Аминь вы понимаете если мы будем поклоняться достаточно долго чтобы пришло помазание помазание вернет части тела вы понимаете это я могу обещать вам новые части тела на основании слова это то что иисус сказал этому человеку из-за твоей веры ты можешь войти в целостность а в чем заключалась его вера в поклонение аллилуйя 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 поклонение богу даст вам то чего не могут иметь другие аллилуйя я хочу еще раз зачитать что бог сказал брату норвеллу хейзу много лет назад мои дети в целом любят меня но они живут в нищете и в болезни и в поражении они не живут в благословениях небес потому что они поклоняются мне недостаточно сколько достаточно пока придет помазание аминь бог хочет двигаться бог хочет двигаться а пока люди мыслят неправильно он не может делать то что хочет но если мы достаточно долго будем поклоняться помазание начнет разрушать определенные вещи разбивать их в нашей жизни аминь аллилуйя аллилуйя вера это что угодно за что вы способны поблагодарить бога вслух видите ли если вы не готовы поблагодарить бога за что-то вслух значит вам неловко вы стыдитесь и я не имею в виду в присутствии неверующих библия говорит не бросайте жемчуга вашего перед свиньями но ваша семья должна слышать как вы поклоняетесь богу ваши дети должны слышать как вы поклоняетесь богу аминь поклонение возможно услышать этот самарянин очистившийся от проказы возвратился и сказано прославлял громким голосом и он пал ниц к ногам иисуса почему он не стеснялся поклоняться почему ему не было стыдно и быть здоровым аминь все за что мы способны благодарить бога вслух прежде чем мы это увидим мы увидим иисус позаботиться о том чтобы мы это увидели аминь но нам нужно благодарить бога до того как мы это увидим и благодарить бога за то что мы у него просим вслух аминь кто из вас знает что болезнь это ярмо депрессия это ярмо страх это ярмо можно вам сказать как избавиться абсолютно от каждого ярма если вы достаточно долго будете славить поклоняться богу это приведет вас в его присутствие и его помазание и ярмо больше не сможет остаться много лет назад я проходила трудности сезон испытаний который на тот момент длился уже где-то полтора года я запрещала всем возможным бесам молилась часами на языках читала я делала все что мне только было известно и за полтора года ничего не улучшилось послушайте если лучше не становится посмотрите что нужно изменить не продолжайте просто делать то что вы делали если ничего не меняется я осознала лучше не становится я просто сказала богу боже я не собираюсь произносить сомнения и неверия но я делаю все что я знаю и ничего не меняется но если мы делаем все что мы знаем и ничего не меняется значит мы недостаточно знаем и он поможет вам узнать то чего вам не достает и вот изнутри меня так мягко прозвучало лечение хвалой что такое лечение хвалой была такая женщина лилиэн йоманс она была врачом она была при смерти и услышала проповедь об исцелении поверила богу и была поднята садра смерти и с того момента и последующие 35 лет бросив практику медицины она начала учить о божественном исцелении некоторые студенты которых она учила спрашивали ее о разных методах лечения она сказала я видела самые разные методы в моей профессии лечение грязью лечение капустой люди используют разные виды лечения и она продолжила но я смогла найти лишь один метод лечения который лечит все они спросили какой она сказала лечение хвалой нет ничего из чего вы не могли бы выйти через хвалу это колоссально важно потому что правильно говорить горе сдвинуться мы должны это делать правильно говорить дьяволу убрать руки от нашего тела от наших финансов от нашего дома мы должны это делать но если мы не перейдем к третьему шагу к лечению хвалой мы не придем к целостности именно поклонение приводит нас к целостности и поклонение это поток веры и так я делала все что знала пред лицом сезона испытаний через которые я проходила и я просто обратилась к господу что мне нужно делать по другому чем я уже делаю и так легонько тихий мягкий голос видите ли он ведет нас таким тихим мягким голосом настолько спокойным и тихим а иногда жизнь людей настолько громкая что они его не слышат их разум настолько громкий что они его не слышат и так легонько тихий мягкий голос лечения хвалой я прекрасно поняла что он имел в виду потому что я вспомнила свидетельство о Лиллиан Йоманс общий голос о MiG у меня будет видно и так я оставила все свои страницы исповеданий на каждый день исповедания это правильно я оставила все свои запреты бесам хотя это правильно я поставила все свои молитвы на языках хотя это правда видите ли я делала все это но мне переходила к последней мир шагу победы. Последним шагом было лечение хвалой. Итак, в течение всей следующей недели я отложила все, что делала прежде, и все, что я стала делать, я просыпалась, и я поклоняюсь тебе, Отец, я поклоняюсь тебе, Отец, я поклоняюсь тебе, Отец. Что, даже не читала Библию? Я выполняла Библию. Правильно читать Библию, но чтение Библии без исполнения никуда вас не приведет. Мы ее читаем, чтобы знать, что делать. Так что все в порядке, если Дух Божий ведет вас заняться больше деланием, чем чтением в какой-то день. Итак, я вставала, и просто первое, что выходило из моих уст, я поклоняюсь тебе, я поклоняюсь тебе, мне нужно было это делать, потому что мой разум был в таких мучениях, терзаниях. Мне нужно было опередить свой разум, мои уста должны были обогнать мой разум. Вы понимаете, о чем я? Мне нужно было начать говорить что-то, прежде чем мой разум успеет включиться и начнет меня мучить. И так я говорила, я славлю тебя, Отец, я славлю тебя, Отец, я славлю тебя, Отец. И в первые три дня, словно все бесы из ада пытались меня остановить. Дьявол говорил мне, это не исправит твою проблему. Просто говорить слава Господу недостаточно, чтобы исправить твою проблему. И знаете, что я сделала? Я сказала, этого достаточно, достаточно. Разум же, как то, что ты говоришь слава Господу, слава Господу, слава Господу, слава Господу, вернет части тела? Как это положит деньги на счет. Как это прогонит страх из жизни? Как это произойдет? Потому что так придет помазание. И я вам скажу, дьявол ожесточенно сражался эти первые три дня. Это смешно, тебе станет только хуже, уж лучше вернись к своему исповеданию. Видите ли, он хотел, чтобы я вернулась к тому, чтобы ментально пытаться раздобыть победу, вместо того, чтобы предпринять последний шаг, который привел бы меня к целостности. И я просыпалась посреди ночи. Эти мысли пытались мучить меня, и я просыпалась и говорила «Слава Господу». Я начинала говорить этим мыслям. Слава Господу, слава Господу, слава Господу, слава Господу, слава Господу, слава Господу, слава Господу. Вставала с утра «Слава Господу». В течение всего дня, пока я занималась делами, тихонечко про себя «Слава Господу, слава Господу». Я делала это часами, часами, часами. Про себя или вслух, в зависимости от того, где я была. К концу семи дней я просто говорила «Слава Господу, слава Господу». и внезапно, как будто монетка провалилась в торговый автомат. Что-то щелкнуло внутри. Что это было? Я вошла в какое-то место в духе. И тогда слово Господа пришло ко мне. И он сказал, «Скажи этому духу, который мучает тебя, прекратить свои маневры против твоей жизни». В доме были люди, у нас были гости. Потому я встала и ушла в уборную, и просто очень тихо сказала, «Бес, злой дух, который терзает мой разум, мучает мою жизнь, прекрати свои маневры против меня во имя Иисуса». И я вышла оттуда, и это все закончилось. Полтора года спустя. Почему? Я пропускала жизненно важный шаг – поклонение. Я говорила горе, и это нужно делать. Я говорила дьяволу уходить, и это нужно делать. Но сделав это, перейдите к третьему шагу – к поклонению. Потому что большую часть времени вам нужно проводить в поклонении Богу. Почему? Потому что это принесет помазание, а помазание разрушит то, что пытается вас удержать. Аминь. Где-то четыре года назад я была дома, отдыхала, и в теле начали проявляться определенные симптомы. Я не знаю, слышали вы о таком. Это называется синдром беспокойных ног. Для тех, у кого такого не было, это не больно, но это пытка. Потому что пытаешься прилечь, а ноги постоянно дергаются, и невозможно заснуть. Это просто не прекращается. И когда ты путешествуешь, это очень плохо. Потому что если я достаточно долго сидела в самолете, это начиналось. Дергание в ногах. И это настолько неприятно. Я не могла вздремнуть, потому что как только ложишься, ноги начинают дергаться. Я не могла заснуть по ночам, потому что они начинали так жутко дергаться. Это меня будило, и я не могла заснуть. Я не спала по три дня. Наконец, после трех дней на четвертую ночь, я настолько уставала, что просто отрубалась и спала. А потом все начиналось заново. Это длилось два года. Когда разъезжаешь и проповедуешь, и такое происходит, это истощает тело. И у меня начали появляться проблемы. Я не могла спать. Я целыми ночами ходила, пытаясь разработать ноги. Потому что когда ходишь, симптомы отступают. Но как только ложишься, все возвращается. Я сходила к врачу, мне выписали некоторые лекарства, и я их принимала какое-то время. Пару лет. И внезапно мне стало становиться плохо от этих лекарств. И я сказал, я не могу ездить в таком состоянии. Лежишь в кровати, и тебя тошнит. Я не буду этого делать. Я не собираюсь плохо себя чувствовать в поездках. И знаете что? Это привело меня к тому, что меня достало. Меня достало. Меня достало. Послушайте, пока вы не скажете, с меня хватит, дьявол будет продолжать вас мучить. Видите ли, я и раньше это говорила. Я уже говорила, с меня хватит, меня достало, но это не прекращалось. Я это запрещала, я с этим говорила. Но что произошло? Я снова забыла. Лечение хвалой. Мне нужно было предпринять третий шаг. Первый шаг какой? Отвечайте на это. Скажите этой горе уйти. Скажите тому, что мучает вас убраться из вашей жизни, убраться из вашего тела. Второй шаг какой? Скажите дьяволу, убери свои руки. Третий шаг к вашей победе. Хвала. И в следующие полтора дня после того, я весь день просто славила и славила. И за полтора дня все ушло, все ушло. После четырех лет, все ушло, все ушло. Я чувствовала, словно нервы в моих ногах оживали. Я чувствовала, как что-то происходило в течение дня. Я это чувствовала через полтора дня. Вы скажете, так быстро это пришло? Да, хотите знать почему? Вам не было крепкое основание слова. И тогда все может происходить быстрее, когда в вас больше слова. И вы умеете славить на основании слова. Аминь. Я хочу, чтобы вы знали, если вы принадлежите этой церкви, в вас хорошее основание слова. Вы скажете, пастор Нэнси, у меня не такое сильное основание слова. Не важно, не важно. Нет ничего, из чего вы не могли бы выйти посредством хвалы. Питайтесь словом, наполняйтесь словом, но потом славьте. Аминь. И поклоняйтесь Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. У кого из вас есть, что прогнать из своей жизни? И что вы будете делать, во-первых? Ответьте на это. Что вы будете делать, во-вторых? Скажите дьяволу убрать свои руки от этой ситуации и оставить вашу жизнь. И потом, большую часть времени, что вы будете делать? Поклоняйтесь, 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 поклоняйтесь весь день. А если надо, и если проснетесь посреди ночи, поклоняйтесь. Аминь. Аллилуйя. Сфокусируйтесь на этом. Почему? Потому что поклонение приносит помазание, а помазание разрушает ермо. Аминь. Аллилуйя. Встаньте, пожалуйста. Аллилуйя. Аллилуйя. Встаньте, пожалуйста. Я буду говорить, и я хочу, чтобы вы сказали эти слова вместе со мной, а также попрошу тех, кто смотрит нас, сказать эти слова. Скажите вместе со мной, «Отец, я благодарю тебя за цену, которая была заплачена за меня. Победа мне принадлежит, и я беру свою победу. Я говорю любой горе, любому препятствию, любой преграде в моей жизни, оставь меня во имя Иисуса. Болезнь, уходи. Боль, уходи. Немощь, уходи. И дьявол, убери свои руки от моей жизни, от моего тела, от моих финансов, от моего дома, от моих детей, от моего брака. И теперь, Отец, я поклоняюсь Тебе. Я благодарю Тебя, что Твоя сила работает прямо сейчас. Я признаю это. Я возвеличиваю Тебя. Я славлю Тебя. Возвысьте свой голос. Я говорю, возвысьте свой голос. Скажите Ему спасибо. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы славим Тебя. Мы восхваляем Тебя. Мы возвеличиваем Тебя. Мы прославляем Тебя. Аллилуйя. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, выделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейну. Продолжение следует...